Блейзеры сочетались с каварелию, каравалию, каварли, каварели, ай, не могу это выговорить, кавалерийским твилом. Первый предмет в моем списке в классическом мужском гардеробе, которые уже устарели, часы. И я сейчас говорю не только о карманных часах, я говорю о наручных часах тоже. Если так подумать, то существует всего несколько причин, почему мужчины начали носить часы. Как бы да, это определить время. Особенно в ситуациях, когда время играло большое значение. Как, например, у машинистов, когда вы управляете поездом, время очень важно. Другой причиной был статус и украшения. Мы только что посмотрели документалку про Титаник, они нашли часы и смогли определить, кто был хозяином. Так как смогли проследить их вплоть до магазина и производителя. Потому что иметь такое украшение и продемонстрировать свой статус было важно. Но серьезно, сегодня все крутится вокруг телефона. Он говорит вам время, и если это суперновая модель, то и показывает статус. И может еще есть некоторые ситуации и профессии, в которых есть потребность в обычных часах, но для большинства ситуаций часы это уже пережиток. Или это не так? Может все, что я сейчас говорю, это неправда? Все, что я сейчас сказал, это не тот случай. Если вы посмотрите на тех мужчин, которые начали носить часы и вошли в эту игру, на количество роликсов, которые были проданы за последний год, вы можете подумать, что мы возвращаемся в Ренессанс. Согласны или нет? Ребята, сегодняшнее видео будет слегка отличаться. В течение всего видео я хочу, чтобы вы писали в комментариях, согласны вы или нет, что вещи, которые я показываю, на своем пути к выходу. Следующая вещь – водительские туфли. Если на них взглянуть, то можно сказать, что это классические макосины. Большая разница между водительскими туфлями и простыми туфлями – это не столько дизайн верхней части, как разница в нижней части, а именно в подошве. На настоящих водительских туфлях у вас есть сцепление, но у вас нет подошвы. У вас есть прослойка кожи между вами и землей. Они не очень удобные. Если вы пойдете пешком, то у вас нет ни пятки, ни подъема, ни защиты. Тогда в чем смысл? Ну, когда вы едите на машине, то вам хочется получить более комфортное ощущение от езды. Ощущение, контроль, чувство педалей. Тогда это обувь для вас. Они были популярны лет 50 назад. Но их производство, мне кажется, пошло на убыль. Их уже не делают так много. Некоторые компании их еще изготавливают небольшими партиями. И из-за этого они стоят дорого. Так что водительские туфли остаются или исчезают? Я считаю, что они останутся, но как уникальный предмет. Многие производители отказываются, потому что нет продаж. А вы что думаете, друзья? Пишите в комментариях. Следующий классический мужской предмет, который уже у выхода, это большие бумажники. Ну, если у вас толстый кошелек, набитый сотками, круто. Но в целом мы вступаем во время электронных денег. Поэтому мне не нужен толстый кошелек, на котором я буду целый день сидеть и зарабатывать проблемы со спиной. В последние десятилетия мы наблюдаем подъем популярности вот таких вот минималистичных кошельков. Ты просто берешь пару карточек, немного кэша, и все это кладешь в такой вот тонкий легкий бумажник, и ты готов. Он прекрасно помещается в карман. Лично я беру четыре карты, две из них бизнес-карты и одна персональная. Я беру с собой немного кэша и кладу его в карман. И со мной еще права. Это все, что я с собой ношу в эти дни. Поэтому считаю, что такой вот бумажник стоит уже у выхода и реально думаю, что они скоро исчезнут. Следующий в списке это тренч. Я сам люблю тренчи, мне нравится их история. Она начинается еще с бурской войны. Сколько это? 140 лет это пальто в ходу. Но тем не менее мы видим, что продажи падают на фоне того, что продажи мужской одежды выросли. Что же это может говорить нам о тренчах? Она остается или исчезает? Лично я считаю тренч отличной стильной классической вещью. Но думаю, что другие современные куртки могут лучше соответствовать вашим потребностям. Если вы ищете что-то, чтобы защититься от дождя, то да, тренч бы с этим справился. Но почему бы просто не воспользоваться дождевиком или макинтошем? Если вы хотите что-то теплое, то тренч может вам это дать. Но почему бы просто не взять себе бушлат или шерстяное полноценное пальто или водительское пальто? Еще одна фишка тренчи, они всегда такие длинные, поэтому если вы часто пользуетесь авто, то это не очень удобно. Ну так что останется тренч с нами? Я думаю, что он находится на пути к исчезновению. В долгом сроке, я не думаю, что он останется. Далее в списке это Аскот. Разве это та вещь, которую люди обычно надевают? Думаю, нет, не считая Фреда из Скуби-Ду. Аскот – это такая вещь, которую не каждый мужчина может надеть. Рафаэль Шнайдер из джентльменской газеты, он это делает и делает это уверенно. Но находится ли эта вещь под риском исчезновения? Думаю, что да. Вы, наверное, слышали слово кроват. Кроват – это, в принципе, любой вид галстука. Это такой общий термин. Продажи по галстукам были в стагнации и по чуть-чуть начали расти. Но не скажу, что галстуки исчезнут и бабочки, думаю, тоже будут популярны. Они очень даже набирают популярность. Многие игроки НБА и НФЛ их используют. Думаю, что это круто, но вот Аскот, да, он на выходе. Следующая вещь, и это грустно, но на грани исчезновения – это блейзер. Какая разница между блейзером, костюмным пиджаком и спортпиджаком? Спортпиджак – это единичная вещь. У него нет в комплекте брюк, которые бы шли вместе с ним. Он выполнен из очень разных материалов. Костюм – это пиджак и брюки из одного материала. Блейзеры – это обобщенно. Они чаще всего сделаны из синей ткани. Чаще всего это шерсть, но можно встретить мешковину и другие материалы. Суть в том, что он всегда синий. Также бывают и регатские блейзеры. Это такие специальные блейзеры с ярким рисунком. Но большинство блейзеров, которые мы можем встретить, они будут синиморского цвета. Блейзеры были что-то среднее между спортпиджаками и костюмами по своей формальности. Блейзеры очень часто сочетались с кавалерийским твиллом, с хак и даже с джинсами. Энди Уорхол – это яркий пример. Но я вообще не вижу этого. Может, в городах мы еще и можем увидеть блейзер? Там, рядом, с морскими зонами. Но суть в том, что продажи блейзеров, они пошли вниз. И, на мой взгляд, реально не так много возможностей существует, чтобы надеть блейзер. Потому что спортпиджак заполняет все потребности. Будут ли они и дальше существовать? Да, но, скорее всего, они станут своего рода ответвлением от спортпиджаков. Но точно не как отдельная категория. Следующие три предмета я решил объединить в одну группу, потому что они очень похожи. И это костюм с тремя пуговицами, двубортный пиджак и костюм из трех деталей. Почему я их объединил? Потому что они формируют мужскую формальную группу одежды. Они выглядят более закрытыми. Почему я считаю, что костюм с тремя пуговицами находится на выбывании? Ну, потому что костюмы с двумя пуговицами доминируют в продажах. Костюмы с тремя пуговицами, ну, лучшие, которые я видел, это и то были две с половиной. Это такой дизайн, в котором верхняя пуговица задумана так, чтобы никогда не застегиваться. Костюмы с двумя пуговицами, они будут выглядеть хорошо, но лично я считаю, что производители из-за малых продаж будут их вытеснять. То же самое с двубортными пиджаками. Это такие пиджаки, где дополнительный слой ткани нахлестывается сверху. И надо следовать определенным правилам расположения пуговиц и лацканов. Поэтому надо выбирать пиковые лацканы. Иногда могут повстречаться и нагрудные лацканы. Если вы видите лацканы с отворотом на двубортном пиджаке, то это большая ошибка. Не покупайте это. Если вы видите, что пуговицы расположены латинской буквой V, то не покупайте, это тоже ошибка. Потому что пуговицы всегда должны быть расположены буквой Y. Ну а теперь давайте поговорим о костюме из трех деталей. Ну, я думаю, что этот костюм переживет два предыдущих. Потому что вы можете выбрать костюм с двумя пуговицами, а жилетку надевать или нет уже по случаю. И знаете что? Вам не обязательно сочетать все по цветам. Это чисто такая традиция. Но мы чаще видим контраст. Суть в том, что этот костюм, он более разнообразный. А жилетки, они дорогие. Многие не знают, но сделать так, чтобы жилет подходил вам по размеру, это одна из самых сложных задач для портного. Если вы когда-либо будете шить костюм на заказ, знайте это. Да и вообще, чтобы сделать такой костюм, это очень много работы. Считаю ли я, что они останутся? Да. Но мне кажется, что мы будем видеть, каких долей в рынке становится все меньше и меньше. Далее в списке шляпы. Как вы считаете, шляпы исчезнут или наоборот вернутся? Ребята, лично я считаю, что шляпы прекрасны. Поэтому я создал вот это видео. Не так много людей его посмотрело, хотя в нем я рассказываю много интересных деталей. Так что пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого видео. И смотрите это видео, если вы интересуетесь головными уборами. Как вам? Нравится эта кепка? Мне она тоже нравится. Мне она просто не хочет видеть. Скажите, как он думает. Как это то, что прыгает. Это вот что-то во всех это... Как всегда, когда я хочу, чтобы... Ага. Это начинает питаться. Серьезная тема, когда я распространила с чего-то и что-то не 생각을, Ага.